друзья здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня я не расскажу немножко о лекастах у них вот не сильно много лекасты лекаста будет цвести такой бутон это лекаста имеет три волны цветения первая волна обычно 23 цветка потом цветков 5 и потом цветочков 10 сейчас у него бульбочки немножко сморщенные но это недостатка полила на сухова она будет полить она растит цветонос растит рост все очень клон хороший это лекаста беленькая я вставлю вам цветение дальше у нас лекасты такие климатизационные у них я больше обращу внимание потому что пришли они любая без корней вот будут бы вот такие вот смешные но они живые и со временем они отоплются вот это бульба черная старая со временем я ее удалю пока пока жду посажены в кокосовые чипсы и можно видеть вот такой вот жирный рост чипсов держу постоянно мокрые попробую раскопать поводу корней потому что вот уже активные корешочки не очень хорошо идут в этот субстрат очень рекомендую его также это вот две поставки было лекаста это уже вырастила бульбу и вот здесь она бульбы старые уже больше надула поэтому сорт минимуме все больше отоплются надала тоже активный ростик я посадила в большие горшки все переживала загниют или нет и как-то вытащила за хвост смотрю там уже очень хорошо плетено корнями это лекаста находится в стадии покоя это лекаста ароматика желтая не приталик лекаста круэнта но из этого семейства течение периода покоя совсем не поливая до появления цветоносов начинают появляться цветоносы или потихоньку по краю начинаю поливать посаженную такую смесь мелкой коры мха и перлита здесь у нас лекаста и он гиппелата еще и называют и да подельный рот выделяю тоже то есть свежие поставки активный рост и можно наблюдать что субстрат тоже влажный здесь я взяла субстрат тоже кокосовые чипсы и сверху положила мух тоже держу я постоянно влажный я никогда не замачиваю поливают по краю горшка раз очень благоемкий поэтому долго держит влагу дальше у нас это у нас старая года трией англова тагнете я поделила то что пусть будет большую гасков между таких больше нету тоже кокосовые чипсы и такие вот активные корешочки идут здесь у нас лекаста триколор красивая лекаста но уже видно что остатки от цветоносов цвела это я получила после вот растет такой активный рост и когда сформирует полу он уже будет цвести и триколоры цветут очень обильно и такие очень тресцветные цветки красивые здесь у нас тоже и да или такая же пока там мы рассматривали такие интересные бульбы яйцевидные для формироваться бульбы и тоже так же держу влажный период роста здесь лекаста которая получена одной бульбой вот такой она была усушена дала рост тоже и посадила держала влажно и этот рост доформируется с бульбу получается замечательное растение хотя внешнего вид был когда оно пришло не внушало доверие это у нас лекаста джен то ли дэй кэндоли ну дальше ну и теперь по уходу вот хотел показать корневую это если косты которые вам я получена от поставщика сейчас вот так у них корешочки это вот корешочки белый это активные корни очень почему так активно растут корни точно всегда влажно и каста это очень сильно любит ну так же в период только активного роста здесь активный рост видишь туда формировать бульбу вот эти корни черные это старые корни но это хорошие корни не как например у котлей не должны быть белые корни лекаста не коричневые только вот активным такие вот пушистенькие беленькие желтым кончиком дальше есть тоже такая более старая дама должна даже цвести то то же самое как видите стадии активного роста потому что же формирует бульбы корневая уже большая лекаста начинает растить корни когда у нее рост вот в таком примерно размере тогда можно от нее ждать ростов и надо ее максимально держать влажно они будут хорошие корни она вырастет вам хорошую бульбу то же самое касается и ангулой они относятся тоже к лекастовой группе также я их содержу влажно по цветению только вот когда вы сушите это в основном касается природных видов например как это круэта все гибриды я вот даже гибридная или кастом не как цвела красиво японская вот это лекаста на цветет когда вызревает бульба огромная бульба вот они остатки от цветоноса не было два цветка вот они тоже сейчас активные корни ну посадку не старая мелкая кора перлит и мох и вот такой вот жирный красивый рост да и под закончу процветение что цветет у нас вызревшие бульбы каждая лекаста индивидуально только по природным формам нужно сказать что она цветет конкретно после периода покоя любые гибриды вот например вот он белый гибрид она цветет в трех сезонов когда бульба зреет когда бульба формируется и когда уже сформировалась ну это вот такой гибрид и можно как бы ориентироваться не надо сушить растение если она гибридно максимально дайте хороший уход свет и но у вас порадует цветение друзья давайте надо вот этот пока показывала потому что стоит пересадить мою лекасту видно что она растет на один блок вот тут как края горшка расти некуда тут видно что остатки куча цветоносов туда же активные роста идут уже активные корни повсюду просто повсюду еду срочно пересаживать у корневой тоже видите активные корни глубже горшок я уже не буду брать чем это поэтому я возьму чуть ниже ложечной и немножко здесь раструшу ком потому что мне надо будет прикапывать немножко слишком она выпрыгивает из горшка внутри можно заметить что корни почти нету почему для орхидеи не рекомендуется глубокие большие горшки потому что они корни не растут вовнутрь они просто обвивают ком корневой ком субстрата я не боюсь повредить немножко корни потому что растение очень сильное но нормально переживет пересадку тоже тоже вот все активные корешочки и мы ссадим эту красоту пододвигаем на тот бок где у нас не растет да растение цветет но я не переживаю но будет свести дальше максимально насколько могу и берем наши любимые кука чипсы засыпаем корневой немножко придавливаем то что надо чтобы вот эти вот рост и их корни сразу пошли в субстрат что лекарства не любите воздушные корешочки они их купят и дальше не растут чипсы я использую только промытые промывая чипсы я три раза три раза замачиваю воду и сливаю их потом я влажные чипсы складываю все в пакет после которого я использую их мы пересадили нашу лекарства вот так она выглядит теперь она будет хорошо расти хорошо развиваться бульбы наши отопьются цветоносные на не сбросят ничего ему не будет расти и радовать нас сведением ну бирочку надо подписать спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал пока пока